Всем здравствуйте, Иван Соловьев. Признаться, это обращение делать уже не планировал, но ввиду отсутствия гласности в аккаунтах официальных в сетях, в инстаграме ГУВД по Красноярскому краю, вынужден это сделать. Поводом послучило сегодняшнее обращение к гражданам полковника Запьянцева, нынешнего замначальника ГУВД по охране общественного порядка, который отличился в январе, там больше всех пострадал при охране порядка. О том же недопустимости участия граждан в несанкционированных мероприятиях, деструктивных сил в связи с угрозой здоровью в пандемию, в связи с недопустимостью проводить акции органов государственной власти. И в частности, я обратил внимание в комментарии, который написал на то, что полковник Запьянцев неправильно истрактовал статью 8 федерального закона 54-го собрания демонстрации, где он сказал, что запрещено проводить публичные мероприятия у зданий экстренных оперативных служб и зданий органов государственной власти. Можете сами это прослушать. Но пункт озвучит не так. Я его прочитаю дословно, который редакция последняя, на конец 2020 года. К местам, в которых проведение публичных мероприятий запрещается, относятся территории, непосредственно прилегающие к резиденциям президента Российской Федерации, к зданиям, занимаемым судами, экстренными оперативными службами, к территориям и зданиям учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы. Нет тут пункта общего про органы государственной власти, что их в зданиях нельзя проводить публичные мероприятия. Зачем вы говорите, товарищ полковник Запьянцев? Кроме того, в том году уже широко обсуждалась практика судебная, где даже Конституционный суд встал на сторону граждан, о том, что неправомерно некоторые субъекты Федерации, свои законы включили такие пункты, что вообще возле зданий органов власти нельзя проводить публичные мероприятия. Им предписали это исправить, отменить, что надо разбираться по каждой акции, но к правде не пришли. У нас в краевом законе в текущем вообще этого не было, редакция. Откуда взялась, непонятно. Я задал вопрос, почему речь-то, может, непрофессионально написали. И может даже не сам полковник Запьянцев наверняка комментарии закрыл, а кто-то там секретарь, кто за аккаунтом сидит, заполняет. И вот она, принцип гласности налицо. Второй пункт, что полковник Запьянцев предупреждает об угрозе для здоровья на местах массовых скоплений граждан в период пандемии. И тут уже, возможно, уже стертый мой вопрос, где были бы полковник Запьянцев и иные ваши коллеги в период прошлой недели, когда проводился КЭФ 5 дней, когда сотни людей, только на молодежную площадку, официальные списки в офлайн-формате 600 человек. Они сидели без социальной дистанции, которые в принципе организации не представили, без масок. Губернатор РУС, Пономаренко, Лапшин, Сверидов на первых рядах. И мы об этом задавали я в интернет, через канал Крадсьюз, Дмитрий Полушин, другие активисты. В частности, в комментариях к этому посту вам задали другие люди эти вопросы. Вместо ответов просто удаление комментариев. К слову, как раз полученный ответ на мое заявление, я по этому поводу уже написал. Как раз полковник Запьянцев подписал, что есть КУСП номер 1414, 24-21 года, будет проводиться проверка. Хочется надеяться, что вы ее проведете, и что в нашей крае к равной мере ответственности будут привлекаться все лица, хоть губернатор, хоть зам, хоть простой обыватель, гражданин-оппозиционер, за одно деяние. Да, вас могут не любить, могут не считать, что застали эти законы. Это пандемия, КУАП, указы губернатора. Но, по крайней мере, если полиция предписана их защищать, эти законы исполнять, должна быть правоприменительная практика. Кроме того, напомню, и гражданам назначение полиции, статья 1 Федерального закона о полиции, номер 3, от 7.02.2011. Полиция предназначена для защиты жизни, здоровья, прав и свобод граждан. А потом уже идет охрана порядка, преступность. Вот ваша цель и задача. Где же вы пришли на форум, защитили там здоровье, чтобы люди не зародились на КЭФ? А тут предупреждаете. Двойные стандарты. И на фоне того, как бы вам следовало, наоборот, закрепить честь мундира, уважаемые полицейские, на фоне коррупционных скандалов, там, начальник ОП номер 1, замначальника полиции Красноярска, применить эту практику, я считаю, следовало бы по-другому. И в этой связи, пользуясь этим случаем, ну, все-таки отмечу от справедливости, что предупреждение прокуратуры Красноярского края чисто юридически, оно более профессионально, там нормы закона, ничего не придумали, можете просто взять сообразец представителей полиции. Ну и по несовершеннолетним, там правильно, я считаю, написано, это я оппозицию и ранее озвучивал, и сейчас я готов подтвердить, что несовершеннолетних к любым несогласованным акциям, противоправным к нетодеяниям, не нужно привлекать вообще, то есть в эти темы их подписывать, потому что они сами за себя ответственности не несут, можно, родители могут за них административно отвечать, где-то угловно, у этих несовершеннолетних могут быть братья, сестры, которых тоже надо кормить, обувать, плюс эти несовершеннолетние могут быть использованы для того, чтобы там органами написать какой-то навет, донос на совершеннолетнего активиста, что он меня завлекал, он меня привлекал, я не виноват, и на того же возбудят дело в этом отношении. А в отношении взрослых граждан, совершеннолетних, дееспособных, каждый сам за себя принимает решение, несет ответственность в вопросах каких-либо деяний на территории Российской Федерации. Уважаемые жители Красноярского края, в ряде интернет-ресурсов, в социальных сетях и мессенджерах распространяется сообщение о запланированных, несогласованных публичных мероприятиях в субъектах Российской Федерации, в том числе и в Красноярском крае. Напоминаем, что в нашем регионе продолжают действовать ограничительные меры, направленные на противодействие распространению COVID-19, установленные указом губернатора Красноярского края от 27 марта 2020 года номер 71 УГ о дополнительных мерах, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции. Кроме того, в соответствии с статьей 8 Федерального закона от 19 июня 2004 года номер 54 ФЗ о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях запрещено проведение публичных мероприятий на территориях, непосредственно прилегающих к зданиям органов государственной власти и экстренных оперативных служб. Главное управление МВД России по Красноярскому краю призывает граждан воздержаться от участия в несогласованных акциях, а также от посещения площадей и улиц, заявленных как места их проведения в обозначенной организаторами время. В условиях массового скопления людей возрастает риск заражения коронавирусной инфекцией. Кроме того, не исключены провокации со стороны деструктивно настроенных лиц, направленные на нарушение общественного порядка. Не подвергайте угрозы свое здоровье и безопасность. Предостерегите от участия несанкционированных акциях своих родных и близких, в особенности несовершеннолетних. Подразделения МВД России и других правоохранительных органов не допустят дестабилизации обстановки и предпримут все необходимые меры для поддержания правопорядка в районах края. Любые агрессивные действия участников несогласованных публичных мероприятий и тем более попытки спровоцировать столкновения с сотрудниками правоохранительных структур будут расцениваться как угроза общественной безопасности и немедленно пресекаться. Правонарушители будут задержаны и привлечены предусмотренные законом ответственности.